Привет друзья! Для тех кто впервые собрался порыбачить на Нижней Волге на примере одной из баз я постараюсь рассказать и сориентировать во что может обойтись такой отдых. База эта расположена на одном из островов Володарском районе Сурханской области поэтому путь по суше у нас окачивается в деревне Маково здесь мы оставляем свои машины на охраняемой стоянке крытой и далее путь наш лежит по воде на катере настроение у всей команды приподнятая веселая давно не виделись мы дружно загружаем свои вещи в катер стоимость трансфера до базы составляет 500 рублей с человека в оба конца каких-то 20 минут пути наблюдаем красивейшие места туристы по берегам базы рыболовные и вот мы уже на базе здесь мы также дружно разгружаем свои вещи в заранее забронированные месяца за два номера на базе имеется основной жилой корпус двухэтажный в котором расположились 16 двухместных номеров стандарт со всеми удобствами в каждом номере имеется небольшая прихожка с вешалкой обувницей имеется сплит-система на летний период холодный период хорошо работает отопление корпуса в номерах тепло небольшой столик где можно принимать гостей шифонер для одежды две полутора спальные кровати с прикроватными тумбочками куда можно уложить всякую мелочевку спутниковое телевидение в каждом номере имеется туалет и подобие душевой кабинки за занавеской эта база отличается тем что здесь хорошо организована водоочистка вода в грани абсолютно прозрачная чистая пить мы ее конечно сырой не пьем но чаек вскипятить вполне возможно также на территории имеется пиляр-сауна и вот такие вот трехместные домики также имеются два вида домика конечно же чтобы успешно ловить разные виды рыб без лодки не обойтись вот так вот такой причал имеется на базе с маломерными судами типа астраханка или мы были в открытом море ловили сначала половили крупного сазана ловили мы там судака вот попутно поймали 5-6 жереха такой крупный жерех хороший каток мы были долго ветер пешеный волна огромная какой ужас это был кошмар не ехать невозможно будет невозможно волна бьет все мокрые мы еле 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 на тихом ходу и то я думаю я вылечу куда-нибудь на этой лодке также на территории имеется помещение для чистки рыбы или место приспособленное для чистки рыбы где вы можете почистить вашу рыбу самостоятельно как не сфотографироваться с трофеями если вы ограничены по времени и вам цены некогда чистить рыбу за вашу работу сделают ягеря причем они могут как просто почистить так и зафилировать рыбу далее ваши трофеи вы можете приготовить самостоятельно или отдать их на кухню на готовку при необходимости ваши трофеи можно заморозить 4 морозильных камеры имеется по 500 литров емкостью управляемся в столовую или ресторан имеется небольшой бар ну а так как все таки целый день мы находимся на воде то мы не обедаем а только завтракаем и ужинаем кормят замечательно очень сытно плотно и вкусно на территории имеется вот такая удобная беседочка где расположены коптильня мангал можете сварить уху и потом с удовольствием отведать ее здесь же на галерке корпуса успешных всем рыбалок и последней чешуи а